Все известные нам предсказатели будущего, как утверждает исследователь необъяснимых явлений и писатель Алексей Прима, имели возможность проникнуть в загадочный мир тонких энергий. Из этого источника они могли без труда получать информацию не только о прошлом, но и о нашем будущем. По мнению Примы, этот банк данных хранит в себе ключи к предстоящим событиям. Это заявление вызывает одно важное замечание. Если ясновидящие могли и все еще могут взглянуть в мир тонких энергий и предвидеть будущее, то почему множество из предсказаний так и остались невыполненными? Алексей Константинович Прима, литературовед, исследователь аномальных явлений. Он посвятил теме ясновидения одну из своих книг. Заглянуть в свое будущее могут не только ясновидящие. Что такое ясновидение? Это возможность получать информацию о событиях разного времени. Сверхъестественная проницательность. Многие именно так и воспринимают смысл этого явления. Если разобрать истинное значение каждой части этого слова, то получится, что ясное – это хорошо видимое, слышимое и воспринимаемое, понимаемое. Виденье – это способность воспринимать окружающее. То есть ясновидение – это вовсе не мистика, а наша способность ясно и четко воспринимать окружающее нас явление. А еще это способность с высокой скоростью анализировать все происходящие события и оценивать вероятность наступления определенных явлений. Алексей Прима отмечает, что заглянуть в свое будущее могут не только ясновидящие, но и обычные люди, чаще всего во время сна. Примером этому служат рассказы академика Натальи Бехтеревой о своих пророческих сновидениях. Алексей Константинович приводит в своей книге интересную историю, рассказанную миру публицистам и издателям Федором Геллеровым. В московской газете «Вестник» в 1885 году Федор написал о сновидении своей племянницы, которое она увидела за год до смерти. В этом сне она встретила своего дядю, который скончался, когда она была еще ребенком. Во сне дядя сказал племяннице «Люба, пора тебе готовиться к встрече с нами», выглядя при этом молодо и нарядно одетым. Девушка во сне спросила родственника, откуда он появился, и ответ поразил ее «Оттуда. Скоро и ты будешь там». Поняв смысл этого послания, девушка спросила, нельзя ли перенести это событие. Дядя ответил «Это возможно. Ты сможешь жить, если не будешь покидать свой дом в ближайшее время. Но если ты это сделаешь, то умрешь от разрыва сосуда». Проснувшись, девушка была сильно напугана. Хранить втайне этот сон у нее не было сил, и она поделилась им с матерью. Именно она впоследствии поведала о сне дочери Геллерову. Сон был настолько правдоподобным, что девушка каждый раз вспоминала о нем, когда выходила из дома. Самое удивительное, что через год она умерла. Именно так, как предсказывал ей родственник в ее сне. Алексей Прима анализировал десятки подобных случаев и вычислял различные гипотезы. Например, один из случаев, который произошел в Житомире. Алексей рассказывал о неком докторе, фамилию которого он по понятным причинам не разглашал. Военный доктор увидел свою сестру на улице, причем та пребывала в сильном расстройстве. Видя, что женщина очень спешит, доктор постарался выяснить причину ее состояния. Оказалось, что сестра едет в Бухарест к мужу, хотя еще накануне у нее и мысли такой не было. Выяснилось, что ночью женщине приснился сон. В нем она шла по длинным коридорам, ведущим к двери, за которой находилась палата. В дверь ей не позволили войти, объяснив, что за ней находится ее муж, который болен брюшным тифом. Из-за тревожного сна девушка решила отправиться к мужу в чужой город. Приехав в Бухарест, женщина была ошеломлена, увидев то самое здание, по которому она ходила во сне. Она нашла своего мужа в одной из палат, и дверь в нее была точно такой же, как та, которую она видела во сне. Алексей Прима уверял, что каждый из нас является в некоторой степени экстрасенсом. Способности, которые принято называть сверхъестественные, просто находятся зачастую в состоянии спячки. Для большинства людей не представляется возможным разбудить в себе невероятные силы, но это не означает, что их нет. Почему не все предсказания ясновидца взбываются? Алексей Прима утверждает, что ответ на этот вопрос можно найти в гипнотических чтениях Эдгара Кейси, который в ходе нескольких сеансов говорил о бессмертии человеческой души. По его словам, в Солнечной системе существует восемь измерений, каждая из которых соотносится с определенной планетой. Наша Земля принадлежит к третьему измерению. У Кейси спросили, чем наше измерение отличается от других. По словам предсказателя, что только в нашем измерении душа имеет возможность выбора. В других измерениях душа постоянно контролируется высшими силами, и лишь на нашей планете душа оказывается представлена сама себе и вольна поступать так, как считает нужным. Пояснил Алексей Прима. Как утверждает исследователь, именно в этой информации, которую Эдгард Кейси взял из банка данных, и кроется ответ на вопрос, по какой причине некоторые пророчества самого Кейси и других провидцев не сбылись. Сам Алексей Прима считал, что у человека есть много вариантов будущего, и любой из них будет прогнозируемым. Ведь все они уже учтены замыслом Творца. Это подтверждают некоторые предсказания Кейси. Он рассказывал о женщине, которая пришла к нему с вопросом о конкретном заболевании. Но Кейси в тот момент увидел совсем другое, и предупредил женщину, чтобы та была предельно аккуратна и не садилась сегодня в автомобиль. Через некоторое время женщина пришла на повторный прием, чтобы поблагодарить Кейси, который отвел ее от гибели. По его совету она отказалась от предложения поехать за город, и это спасло ей жизнь, так как подруга, отправившись одна в поездку, погибла в автомобильной катастрофе. Сам Алексей Прима говорил так. Тот же принцип работает и с предсказаниями для всего человечества. Скорее всего, подсознание ясновидцев улавливает информацию, поступившую из будущего от наиболее вероятного варианта грядущих событий. Но в дальнейшем чья-то свободная воля, или, скорее, многие свободные воли людей, оказывали какое-то воздействие на происходящее внутри наиболее вероятного варианта будущего. И вариант либо немного видоизменялся, либо полностью стирался из будущего, заменяясь другим вариантом, созданным проявлениями свободных людских воль. Для чего каждому человеку на нашей планете дана свободная воля? Алексей Константинович указывал, что ответ на этот вопрос также можно найти в чтениях Эдгара Кейси. По словам последнего, основная цель каждой души заключается в непрерывном самосовершенствовании. Для этого душа должна пройти определенные испытания, и каждая ошибка подлежит искуплению и исправлению. Каждое решение, каждый выбор, сделанный душой, служит ее эволюции и росту. Этот путь самосовершенствования может быть долгим и иногда трудным, но каждый шаг в этом направлении приближает душу к более высокому состоянию осознания и сознательности. Итак, свободная воля каждого человека дарует ему возможность пройти через опыт и уроки жизни, наполняя свою душу мудростью и духовным ростом. Друзья, напишите свое мнение о ясновидении. Были ли в вашей жизни случаи, когда вы точно предсказывали какое-то событие? Ну а мы желаем вам спокойствия и мудрости. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok